В день знаний 1 сентября в 6-й школе поселка Совхозного Славянского района начал свою работу Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», открытый в рамках регионального проекта «Современная школа национального проекта образования». Центр должен распахнуть дверь в мир современных цифровых технологий перед ребятами и, конечно же, содействовать их всестороннему развитию. Очень правильное название «Точка роста» этого нового образовательного центра, поскольку он должен стать точкой развития для сельской школы. Ребята получили отличные возможности для обучения в новом формате, в двух кабинетах, оснащенных современным оборудованием. Школьники на уроках и в дополнительное время могут заниматься игрой в шахматы, повышением компьютерной грамотности, проектной деятельностью, конструированием, реализацией своих творческих замыслов и технических идей. Благодаря этой программе мы получили новое оборудование, современное, мощное. Вот у нас даже сейчас ноутбуки, на которых мы работаем, они уже работают не просто как ноутбук, а именно как планшет могут использоваться. Они имеют стилусы, с помощью которых мы работаем уже по-современному, не используя мышку. Широкие возможности, получается. То есть здесь мы можем работать и как с графическим планшетом, и, соответственно, и как с ноутбуком. Помимо этого у нас в центре «Точка роста» очень много еще другого оборудования. У нас есть 3D-принтеры, на которых мы будем, опять же, изучая язык программирования питон, потом будем работать, создавать модели, печатать. У нас есть шлемы виртуальной реальности. Все это нас ждет в будущем. Пока мы молодой центр, мы только начинаем развиваться, набирать обороты. Программирование – интересное и увлекательное занятие, если в нем разбираешься, и оно по-настоящему нравится. Мне очень нравится изучать программирование уже с 8 лет, только с 8 лет у меня не получалось. И когда появилась возможность пойти в школу и дополнительно изучить, я согласился, мне бы захотелось. В «Точку роста» приходят как старшеклассники, так и учащиеся из младших классов. Здесь им предлагают поиграть в шахматы и познакомиться поближе с современной техникой. Это как учебный, да? Это как учебный, а это уже профессиональный инструмент. Таким инструментом пользуются сейчас фотографы, кинооператоры, которые снимают фильмы. С помощью квадрокоптеров делается специальная съемка в трудных местах. Комплект новейшего оборудования позволяет ребятам и педагогам сделать настоящий рывок в образовании. Большое значение имеет и высокая квалификация учителей, овладевших открывшимися возможностями. Сейчас сделали большой шаг к современным технологиям. Они изучают их посредством игры. В игровой форме они узнают, что такое виртуальная реальность, как пользоваться этим шлемом. На уроках технологии они сейчас создают 3D-объекты, учатся пользоваться 3D-принтером. Конечно, в будущем также и управление квадрокоптерами им обязательно поможет в выборе будущей профессии. Я думаю, что эти навыки пригодятся и в принципе им в жизни в дальнейшем. Ну а также кружки наши самые любимые детьми – это шахматы, робототехника. Здесь они получают основные знания в каждой из областей. Школьники в наше время с юных лет дружат с техникой, знакомы с различными электронными гаджетами, используют их для учебы и игры. И потому для них точка роста – очень важное и притягательное место. Мне здесь очень нравится. Я хочу ходить на кружок робототехники и сделать свой квадрокоптер. Моя мечта – сделать объемные фигурки. Ученики поближе познакомятся с роботами, собирая модели из конструктора, компьютеры, 3D-принтер, манекены для занятий по основам безопасности жизнедеятельности. Все это поможет ребятам на практике осваивать нужные знания. Впереди у учащихся новые проекты и реализация творческих задумок. Их ждет плодотворная, насыщенная поисками и решениями учебная деятельность. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».